Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим про недорогой планшет от Huawei, называется Huawei MatePad SE. А вы пока подписывайтесь и ставьте лайки, мне будет приятно, вам будет интересно. Спереди выглядит, ну, как обычный планшет, ну, они, в принципе, все одинаковые. Экран 10,4 дюйма и не очень широкие рамки. Не широкие, но и не самые узкие, которые я видел среди планшетов. То есть, ну, нормально, скажем так. На верхней части, на верхнем элементе черной рамки, камера, сенсор окружающего света и маленький светодиодик уведомлений. Сейчас он не горит, но он есть, это здорово. Сверху питание, громкость и маленькое отверстие с микрофоном. Боковая часть. Значит, здесь две решетки, за ними динамики. Слот под симку и карточку памяти и USB-C разъем. USB-C почему-то сдвинут назад, ну, по отношению к оси. Почему так сделано, неясно. На противоположной, то есть левой грани, есть дырка под наушники и тоже вырез под динамики. Динамика 2. Задняя сторона, она из двух частей. Ну, вообще, корпус из двух частей. Верхний пластик и нижний металл. Пластик необходим, потому что радиомодули иначе работать нормально никак не будут. Нужно куда-то выходить радиоизлучение. Соответственно, пластиковое. Металл крашеный и, соответственно, имеет свои проблемы. Вот такие. Постоянно заляпанная поверхность. Постоянно. Оттереть это обычной тряпкой получается очень-очень плохо. То есть надо тереть, 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 причем прилагая усилия. И тогда оно у вас как-то более-менее становится похоже на чистую штуку. Если вы вдруг протираете какой-то антибактериальной салфеткой, влажной салфеткой поверхность, ну, то есть после заляпанности, вот ко мне он пришел такой, не очень чистый, я его протирал. Эти разводы оттирать приходится долго. Кому-то нравится металл, кому-то не нравится металл. Мне не нравится. Я не понимаю, зачем он сделан в данном случае. Тем более он за раз царапается. Вот я вам сейчас даже покажу эту царапку. Ну и вот вам царапка, например, на металле. Из интересного это очень аккуратненький, деликатненький, не отсвечивающий логотип и камера. Без каких-либо вспышек, без других модулей, одна камера. Комплект крайне прост. Это блок питания, обычнейший блок, то есть это 10 Вт. Это 2 А на выходе 5 В. Никакой скоростной зарядки даже близко нету. Это кабель и это тыкалка, скрепка, чтобы доставать, соответственно, или симку, или карту памяти. По железу. Значит, по железу внутри. Квалк 680, не самый мощный. 4 гига оперативки. Причем есть версии еще с 3 гигами оперативки. И у меня 64 встроенного хранилища. Есть 32, есть 128. Но, к счастью, опять же, можете поставить карту памяти и решить вопрос нехватки места. Без проблем. Это здорово. Понятное дело, что производительность, ну, не самая аховая. Да, это не игровая машинка получается. С другой стороны, вам этой неигровой машинки хватит для игрушек более простых. Для каких-то бытовых задач поползать по сети, пописать что-нибудь в чатилках, в контажку посмотреть, там, какие-то картиночки, фоточки, что-то полайкать. Ну, вот такое. Все очень достаточно простое. Аккумулятор 5000 мАч, точнее, 5100 мАч. Это немного. Особенно при условии, что есть там 8000 за сравнимые деньги. Ну, до вечера он доживет, понятное дело, но и нагружать вы его не будете, поэтому вам, в принципе, хватит, скажем так. Но это не очень, чтобы хорошо. Работает на основе своей фирменной оболочки Гармония ОС, то есть это Android без Google сервисов, как обычно. Но, ну, вам нравится это дело или не нравится дело? Вот здесь вот уведомление, как бы слева, да, справа отдельно, соответственно, переключатели. Зачем так сделано, не знаю, но так есть. Никакого меню снизу нету. Есть зато большие папки, в которых активные, собственно говоря, ссылки, активные ярлыки. То есть такой полувиджет, полупапка, получерти пойми что. Всякие предустановленные дети, ну, детские режимы, да, всякие для видеоконференций. Редактор видео, пэтал клип, какая-то искалка. Но очень-очень много вот этого предустановленного. В частности, есть совершенно дикая хреновина, которая меня выбесила. Деньги сразу, какой-то займер, то есть, блин, просто тупо микрозаймы. Ну, ладно, там кинотеатры всякие, тиктоки, которые у нас вроде как-то заблокированы, да, но он здесь типа предустановлен, непонятно зачем. В соцсетях все подряд, ну, сделано там, например, чат знакомств, мята, мамба, да, то есть знакомство в знакомство. Снапчат, который у нас в России не очень популярен. В стиле жизни, Joy Casino, азино, блин, ну, че за хрень вообще, ну, бэтбум ставки, да, то есть, ну, блин, ну, Huawei, ну, че за хрень вообще происходит, зачем ты такое говно пытаешься предлагать? Да, это предустановлено, но все-таки. Игры тоже какие-то такие вот странные, дешевые. Ну, то есть, по предустановленному софту у меня очень-очень много претензий, и, ну, как бы, по предложениям, зачем они на это дело пошли. Ну, вообще все работает неплохо, да, это не супербыстрый планшет, но и не супермедленный, нормальный, нормальный, такой обычный бытовой недорогой планшет. Камера здесь, ну, здесь две камеры, да, основной модуль, это 5 мегапикселей с дыркой 2.2 и автофокусом, и фронталка, это, соответственно, 2 мегапикселя без автофокуса и дырка 2.2. Ну, блин, это, конечно, жесть и жуть. Режимы обычные, видео какие-то, еще там всякие водяные знаки, панорамы, ну, то есть, минимализм, который есть, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это все сделано. Ну, вот вам примеры картинок, которые может выдать камера. Видео пишется максимально 1080, но крайне рекомендуется 720. Естественно, никакого 60 кадров в секунду нет. По итогу, значит, стереорежим есть, но он очень простой, то есть, вы слышите стерео, оно достаточно громкое для дома, но оно достаточно плоское, примитивное и безбасовое с точки зрения качества. То есть, ну, совершенно обычный вот такой планшетный звук, самый простой. Для каких-нибудь разговорных жанров нормально, для музыки, для хорошего видео нет, ставьте отдельные наушники или отдельную там колонку какую-нибудь блютусную, как вариант. Экран можно как-то поднастроить, есть умное разрешение, да, которое дополнительно экономит вам батарейку. Можете, да, вот темный режим включить, кому это важно, защита зрения. Есть режим электронной книги, который делает все медленно черно-белым. Не знаю, чем принципиально лучше, но типа меньше вот этого синего цвета, меньше раздражает. По сути, та же самая защита зрения, только немножко в другом варианте. Цветовую температуру я бы не стал трогать лишний раз. Есть по умолчанию, тепло, холодно, но вот из коробки он настроен нормально, да, то есть белый, примерно белый, с моей точки зрения. Ну и цветопередача похожа на правду для такого класса устройств. За такую конфигурацию, то есть 64 памяти, плюс 4 гига оперативки, плюс LTE модем просит где-то 16 тысяч и выше. Стоит ли оно того, не знаю, честно. Я бы все-таки подумал и поискал бы что-нибудь другое за эти деньги, ну или хотя бы там за тысячу подороже. Можно найти уже 6 гигов, 8 тысяч миллиампер часов аккумулятора и вот это все такое прочее, да, то есть это совершенно другой класс получается. Но не другой класс, но больше возможностей за подобные деньги. Если Huawei будет продавать это дело с какой-то скидкой, с какими-то дополнительными ништяками, то можно присмотреться, да. В обычной жизни вот за эти деньги я бы его себе не взял, наверное, но как-то он не впечатлил меня. Это такой Huawei младший, который, ну, наверное, стоит подкопить на что-то большее, смотреть на что-то большее от Huawei или смотреть на другие модели уже не от Huawei, и это будет, с моей точки зрения, правильно. Вот такие пироги. Все на сегодня, все, я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и кто хочет сказать спасибо, там внизу есть сборы на рекордер Sony, я все-таки очень надеюсь его получить. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok